Доброе утро, дорогие друзья! Сотрудники органов власти Югры, в то время пока большинство игрчан отдыхали, использовали летнее время для повышения образования. Директор Департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин с командой в июле этого года принял участие в проекте «Остров 10-21» первой в России образовательной программе по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и национальной технологической инициативы во Владивостоке. И сегодня у нас в гостях Павел Игоревич. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите об этом интенсиве. Что он вообще из себя представлял? Сперва мы проходили тестирование для того, чтобы попасть вообще на этот интенсив образовательный. Не все... То есть не все зависело от желания? Да, не все зависело от желания. Конечно же, большие длительные тесты мы проходили. И не все добрались до финала, до «Острова», до этого. Потом нас привезли на «Остров» на две недели. Мы не знали, куда мы едем, не знали, как будем жить, не знали, чему даже будем учиться. То есть все было сюрпризом? Все было сюрпризом. Единственное, что мы знали, что нам обещали и не обманули, это что будет тяжко. Но интересно. Но интересно. Программа была рассчитана каждый день с 6 утра до 11 вечера. И без выходных абсолютно. А «Остров» — это образно? Или это действительно «Остров»? «Остров» — это «Остров русский». «Остров русский» — это кампус Дальневосточного федерального университета. То есть жили прямо на кампусе. С 8 утра был... Это был образовательный процесс. Образовательный интенсив. С 8 утра до часу дня мы над своими проектами региональными работали. Нас разбили на команды. И мы прорабатывали свои проекты. А после обеда уже до позднего вечера проходили уже такие жесткие курсы по бигдате, по нейросетям. То есть по тем современным направлениям цифровой экономики, которые активно будут в ближайшее время развиваться. А уже поздние лекции, с 9 до 11 вечера уже такие полузасыпающие люди, слушали приезжих лекторов, в том числе зарубежных, представители японских корпораций, американских корпораций. То есть это международного уровня специалистов? Международного уровня специалисты приезжали, рассказывали практики, рассказывали теории, как они у себя развиваются. И вот именно ночные такие лекции были как раз приезжими. Хорошо, а искусственный интеллект Игорь Иванович, насколько известно, что из себя представляет искусственный интеллект? Ну понятно, что 21 век, все мы об этом слышали, но вы же еще кинкретизировали, то есть участники процесса образовательного. Что это? Кто это? Действительно, на второй день мы придумали, что искусственный интеллект у нас на острове будет называться Игорь Иванович. Это как-то так родилось в нашей тусовке островной. Было тысяча человек. Это общее количество участников на острове. То есть нас туда привезли тысячу человек. Разношерстные команды, это и бизнес, и органы власти, и муниципальные органы власти. То есть разношерстная команда. Но через три дня, наверное, уже сплотились такие клубы по интересам, разделились, начали реализовать проекты. И Игорь Иванович направлял на как раз на те образовательные... Но это говорящий компьютер, который направлял. Это мобильное приложение, которое говорит, что тебе нужно... Вот к твоему психологическому и умственному типу подходит лекция проходящая сейчас. А, понятно. То есть он делал выбор. Какой-то, да. Можно было слушаться, можно было не слушаться, но на основании полученных данных потом проходили еще различные тестирования. И он опять начинал перенаправлять с учетом тех новых полученных знаний. И вот ввел такую, как это говорится... Как куратор, получается. Как куратор, да. Такой штатный психолог. Штатный электронный психолог. Еще хотелось бы поговорить вот о каком проекте, над которым вы работали в рамках обучения, и в котором вы презентовали спецпредставителю президента России по вопросам цифрового и технологического развития. Что это за проект и какой отзыв вы в итоге получили? Наша команда выбрала сферу здравоохранения для реализации проекта на острове. Мы ее выбрали еще, будучи здесь, собравшись командой, определили, что будем развивать сферу здравоохранения. Из-за того, что там большой багаж накопленных данных уже есть. Уже есть. Это у нас в Югре здесь. Нас объединили там по несколько команд. Нам Игорь Иванович дал команду, нашу команду, Ульяновскую область. Вот мы двумя регионами. То есть сплотились. Сплотились и начали реализовать этот проект в течение двух недель. Проект направлен на аккумуляцию этих больших данных в сфере здравоохранения. Как раз та самая бигдата, о которой периодически мы слышим. С использованием цифровых технологий. С использованием цифровых технологий. Анализ данных, сопоставление этих данных. И мы на острове за две недели нам удалось доказать, что есть математические модели, которые позволят экономически целесообразно покупать новое оборудование в медицинские учреждения. Не так, когда просто я как человек хочу купить сюда томограф, например. А когда искусственный интеллект смотрит загруженность, количество людей, количество болезней на этой территории, куда мы хотим поставить. Загрузка уже существующих томографов. Все это анализируя. Говорят, что сюда надо 100% ввести, сюда меньше, меньше и так далее. В зависимости от выделенного финансирования. А вот проект нейронная сеть «Помогуша», он уже работает в Югре? Да, он уже представлен на наших сайтах, в органах власти, в органах местного самоуправления. Сейчас прорабатываем вывод нейросети на федеральный портал госуслуг. Раз он федеральный, там немножко сложнее вывести его. Ждем разрешения Министерства связи и массовых коммуникаций. Много функций вообще у нее, этой «Помогуши»? Чем она может помочь-то? Они расширяются. Мы расширяем, да. Сейчас мы по шести направлениям уже прошли тестовый режим. Мы уже обучили ее на достаточно серьезном уровне, эту «Помогушу». И постоянно будем расширять тот перечень услуг, тот перечень сервисов, о которых она будет рассказывать. Павел Игоревич, и в завершении нашего разговора, я думаю, те, кто следит за новостями, и даже те, кто в отпуске находятся, известно, что в августе в департаменте изменилась структура. Вот этот процесс можно назвать централизацией. С какой целью был предпринят этот шаг? Этот шаг был принят по поручению губернатора автономного округа. Ранее у нас информатизация, бывшая информатизация развивалась немного так разрозненно. То есть в каждом департамент шел в своем направлении. Теперь все специалисты сошлись в едином департаменте теперь. То есть мы определяем политику цифрового развития региона по всем направлениям, и не только в целом, как в общей информатизации. Мы теперь будем развивать и сферу образования, и сферу здравоохранения, и все-все-все сферы в команде, в единой цифровой команде нашего департамента. И это будет называться цифровая экономика в действии. Павел Игоревич, большое спасибо. Желаем новых успехов, а мы будем регулярно о них рассказывать. Большое спасибо и хорошего дня.